Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте представить Вам проект официального сайта Общероссийской социальной сети профессионала дистанционного обучения. Проект. Его назначение мы видим на главной странице. И он предназначен для обеспечения образовательных потребностей на основе анализа существующих материалов, публикации собственных материалов, анализа и применения новейших образовательных технологий, а также для обучения и освоения теории и практики электронного образования. Ожидается, что здесь мы будем применять методы экспертных оценок, краудсорсинговые технологии, коллаборативные техники и принципы социального конструкционизма. Из чего состоит структурно этот будущий сайт? В центральной его части мы видим разделы. Они будут пополняться. Сейчас мы видим всего лишь два раздела. Для того, чтобы увидеть те разделы, которые планируются для нашей совместной работы, я зайду на сайт под своей учетной записью администратора. Вот такие вот пока невидимые разделы по различным направлениям электронного обучения. Ниже его будет находиться новостная лента. Хочу сразу сообщить, точнее напомнить, что образовательный процесс и совместная работа над какими-то проектами, проведение опросов, анкетирование различного вида, решается в этой ЛМС достаточно эффективно. То есть предполагается, что эта ЛМС отвечает нашим потребностям в плане взаимодействия, обмена опыта, а также других видов деятельности. Предполагается, что все подготовленные разделы сайта будут находиться в открытом доступе. Однако размещение новостей, дискуссионных материалов, информационных материалов участниками потребует регистрации на сайте. Рассмотрим, как это работает. Сейчас я зашел под своей учетной записью. Нажму выход. Рассмотрим, как осуществляется вход со своей учетной записью. Здесь их два. Регистрация с помощью создания учетной записи вручную. Она несложная. Или регистрация с помощью учетных записей из любых социальных сетей. Например, Facebook. Или другой иной учетной записи. Допустим, у вас есть учетная запись в Facebook. Достаточно ввести свой логин и пароль в Facebook. И вы автоматически зайдете на этот сайт в качестве зарегистрированного участника. Как мы видим, этот участник имеет меньшие права. У него нет прав на редактирование. Однако, он имеет доступ к открытым разделам. Рассмотрим более детально, как работает этот сайт. С правой стороны мы видим блок последних 10 новостей, который автоматически показывает 10 последних новостей. Любой блок можно убрать, поместить его в эту док-панель. Также и любой другой блок можно убрать, чтобы он не мешал. Также с правой стороны имеется панель. Для размещения публикации по любому материалу по желанию участника, в любой из социальных сетей, которые существуют на сегодня в мире. Вот мы видим перечень этих сетей. При желании этот элемент можно спрятать. Или снова показать. Чтобы не мешался спрятчем. Для последующей поддержки возможных участников этого сайта, на каждой странице с правой стороны имеется вкладка, позволяющая в режиме чата получать любую интересующую информацию. Проверим, как он работает. Для этого необходимо ввести свою фамилию, имя, отчество, свой электронный адрес и текст вопроса. Если консультант сайта находится в сети, то он может в письменном виде в режиме чата оказать помощь. В случае, если консультант не в сети, любой вопрос пользователя по работе с сайтом поступит в специальную систему учета и выполнения заявок. Далее, по каждой новости можно написать ответ в режиме обсуждения и увидеть, сколько ответов по каждой новости уже было. Предлагается по каждому сообщению предоставить возможность оценивания каждой записи по различным критериям. Автоматически система покажет, кто и какую оценку выставил. Такая система оценивания позволит более тщательно и вдумчиво авторам писать свои сообщения. Здесь мы видим, что формат размещения таких новостей в форумах на всем сайте позволяет возможность выбирать древовидный или плоский формат предоставления всех записей в форуме. Вот мы видим плоский формат, который существует, например, в социальной сети Facebook. У каждого пользователя имеется отдельный блок, который показывает все непрочитанные им сообщения после последнего входа. Посмотрим, как этот важный элемент работает практически. Например, если в другом браузере я сейчас зайду под другой учетной записью. Имеется ввиду запись. Из Facebook. И зайду в некий открытый раздел, который я уже запил. И запишу ответ. На чье-либо сообщение. Не прикладываю никакого файла. Его можно перетащить. Отправляю его в форум. Через 15 минут возможность редактирования записи пропадет. То сразу увижу первые непрочтенные сообщения. Их тут может быть несколько. И вижу, где я что не прочитал. То есть каждый пользователь может быть записан в несколько разделов. На свое усмотрение. То есть предполагается, что кому-то полезны теоретические аспекты. Кому-то курсы повышения квалификации. Кому-то журнал и так далее. Соответственно, я могу прочитать это непрочтенное сообщение. Если их будет очень много и мне неинтересно их читать, я могу просто снять галочку непрочтенные. И автоматически все они станут прочтенными. Для того, чтобы просмотреть, достаточно открыть эту тему. И прочитать новые сообщения. И соответственно оценить. В данном случае, как вариант, используется 5-бальная шкала. Таким образом мы рассмотрели работу только в одном элементе нашей деятельности. Форум. На самом деле таких элементов может быть больше. Что еще нужно сказать по работе этого сайта. Предполагается, что выпадающее меню будет отражать все последующие разделы. С подрубриками, то есть иерархия разделов по направлениям. Это пока черновик. Также пользователь может подвести мышку к соответствующему разделу и выбрать или собственные разделы сайта, или посмотреть всю структуру сайта. Обратим внимание на такой момент, как страничка под названием «Наши лидеры». О чем тут речь? Речь о том, что мы можем, оценивая записи, публикации друг друга, посмотреть итоговые результаты рейтингов по мнению наших участников. Эти результаты представлены пока только для трех человек. Но они открыты всем зарегистрированным участникам. То есть каждый пользователь может посмотреть свой персональный отчет. Это учетная запись из Facebook. Или отчет по другому пользователю. Это учетная запись администратора сайта. Другого участника. Он тоже, кстати, администратор, уважаемый Игорь Владимирович. Возможно, этот элемент оценивания у кого-то вызовет споры. Но с другой стороны, как я уже говорил, он позволит более вдумчиво, более аккуратно и содержательно размещать свои публикации и участвовать в наших дискуссиях. То есть та система выставления массовых оценок здесь будет видна. Более детально о критериях и показателях оценки мы сможем пообщаться в ресурсе под названием «Обсуждение общих вопросов ДО». И напоследок обратите, пожалуйста, внимание, что когда вы зайдете под своей учетной записью в любой из ресурсов, вы можете исключить себя из него в любой момент времени. И в этом случае вы потеряете возможность оставлять там записи и получать рассылки. Для того, чтобы записаться на курс, необходимо записаться на курс в свободной форме. Никакое кодовое слово не требуется. Автоматически на почту придет уведомление. Полный дайджест вы можете посмотреть содержание всех публикаций на сайте в одном письме. Только темы, только перечень самих тем. Не забыв при этом нажать кнопочку «Обновить профиль». Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Приглашаю попробовать потестировать только один элемент обсуждения общих вопросов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...